Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду, как и обещал, делать каретку на свою циркулярку. Значит, для начала хочу показать вам покупку. Купил, значит, вот такую вот штуковину на такой вот фрейсер. Но, чтобы вы понимали, покупал я не ее. Значит, в объявлении у продавца была такая примутка, чтобы там петли устанавливать, то есть она на заготовку ставится, ограничения слева-справа, впереди-сзади, то есть такое вот. А прислали, ну, базу вот такую вот. Я сначала расстроился, а потом думаю, да ладно, хорошо, квадратная база тоже надо. Я вот ее как раз буду использовать. Сейчас ее тут наряжу, оставлю в барашке. Она из двух частей скручивается, но я так подозреваю, что это для того, чтобы можно было, ну, что-то ее прикрутить на какую-то панеру, и что фрезер ставил, и все, у тебя уже перевернутый фрезер. Ну, короче говоря, она лишней не будет, хотя хотел я совсем другое. Я взял кусок ДСП, он отрезан на форматнике, он абсолютно ровный. Я его прификсирую вот таким вот образом к пиле. Ну, я хочу, чтобы у меня мои пазы были как можно параллельнее к пиле. Все, а это вот я тут прицеплю, и тут. Все, это я сейчас уже снимаю. Беру свою нарядную новую подошву, и так миллиметров пять сначала. Очень классная подошву, такая она сразу же забилась в опилки. Ну, не знаю, может так задумано. Напишите, зачем ее сделали вот такую из двух половин. Я думал, все-таки, чтобы оцеплять было удобно, но не факт, не уверен. Сейчас я опущу чуть глубже. Хочу чуть глубже. И еще разочек. Да, где-то так. Очень приятно, кстати, что они все подходят к любому фрезеру такого типа. Она все подходит. Прекрасно работает. Взаимно заменяемая. Я подозреваю, что это все, все эти фрезера делают один и тот же завод. Такая глубина меня устраивает. Сейчас осталось сделать то же самое с другой стороны, но уже поуже рейкой. Я пошел по облегченному варианту. Я нашел от другого станка каретку. Ну, или вроде так, как бы подходит. Выпилил себе, значит, с фанеры вот такие вот палочки. Они подходят, ездят и не люфтят. Но когда промажется воском или там мылом, все равно, то вы знаете, да, как оно будет. Оно будет летать, как на самолете. Так оно все вроде мне подходит. Сейчас я, ну, попробую тоже пойти по легкому пути. Прикрутить струбцинные сюда угольник и к пиле. Ну, и проверю, если нет, то буду уже как-то регулировать. Кстати, слышите сирену, воздушная тревога. Прикрутить струбцинные сюда угольник. Все, ребята, я, конечно, добился 90 градусов, но сказать, что с первого раза обманывать не буду, нет. Пришлось ее, как бы, и туда, и сюда. Ну, сейчас вроде пилит хорошо. Ну, 90, как бы, железно есть. Ну, такое. Это, в любом случае, это не форматник. Так, ну, вот, есть опция такая, она и есть. А, получать 90 градусов, я уже буду свойствовать свои торцовки, рильджит, когда у меня появятся лишние деньги и нормальный трансформатор на 110 вольт. Тогда уже там будем ловить настоящие 90 градусов, такие железобетонные. Ну, а на этом все. В следующем видео я покажу новый метод фиксации топорища на топоре. Такое вот, ну, как бы, есть классная мысль. Мне показали, мне понравилось. Поделюсь с вами. А на этом на сегодня все. До свидания. До новых встреч. Увидимся.